Десятки тонн поздравлений, подарков и официальной корреспонденции. В последние дни уходящего года Первоуральский почтамп перешел на усиленный режим работы. Какой путь проделывает письмо, прежде чем попасть к адресату, расскажет Дмитрий Коньков. Несколько раз в день на Первоуральский почтамп прибывают машины с письмами, поздравительными открытками и посылками со всего света. Задача работников безошибочно распределить полученный груз по почтовым отделениям города. Сделать так, чтобы каждый адресат получил отправленную ему корреспонденцию. Если почту сравнивать с организмом, то сортировочный участок – это, безусловно, его сердце. И в преддверии Нового года это сердце начинает биться чаще. Городская почта перешла на усиленный режим работы. Днем и ночью на сортировке писем и посылок трудятся бригады из 8 человек. Но объемы корреспонденции продолжают увеличиваться. Если до праздников брать, то у нас 4,5 тысячи в день писем проходят через наш почтамп. А в праздничные дни это увеличится вдвое, то есть более 7 тысяч в день. На обработку одного письма работникам почты отводится не более трех секунд. Держать столь высокий темп помогает электроника. Но главную работу все-таки выполняют люди. За смену через руки сотрудников сортировочного центра проходит до трех тонн почтовых отправлений. В день у нас уходит с почтампта 10-15 писем для Деда Мороза «Великий Устик». Мы надеемся, мы уверены, что письма дойдут до адресата и Дед Мороз их получит. С такими посланиями почтальоны работают очень аккуратно. Ведь в каждом из них самые сокровенные мечты маленьких первоуральцев. Некогда отдыхать и курьерскому отделу. Ежедневно в специальный автомобиль загружаются письма и посылки, адресаты которых заказали доставку почты на дом. География выездов – весь город. От Талицы до Шайтанки. Лариса Кускова этого официального письма ждала с нетерпением. Курьера встречает прямо в подъезде и сразу же открывает голубой конверт. Да, это ждали родственники. Ждем, чтобы решить вопрос купли-продажи. Хотел перед Новым годом продать побыстрее квартиру и купить новую. По словам работников почты, в напряженном графике им предстоит работать еще пару недель. Обещают, каждое письмо дойдет до своего получателя. Срок. Дмитрий Коньков, Домий Харисов, Служба народных новостей.